Здравствуйте, дорогие ребята! Урок геометрии в 10 классе и тема урока практические задачи. Сегодня на уроке мы с вами займемся повторением, еще раз просмотрим, как искать площадь ортогональной проекции. Практические задачи нас ждут, ну и получите домой, хотя вы все дома, это задача для самостоятельного решения. Итак, нам нужно с вами вспомнить двугранный угол. Вспоминаем, как построить двугранный угол. Мы должны на общем ребре поставить точку А и восстановить в этой точке А два перпендикулярных луча. Луч АВ и луч АС образуют линейный угол двугранного угла и читается он как угол ВАС. Второе, что нам надо вспомнить, это площадь ортогональной проекции. Перед нами чертеж, и мы видим, что площадь треугольника АВ1С равна произведению площади треугольника АВС на косинус угла между ними. Треугольник АВ1С и есть ортогональная проекция треугольника АВС. Это мы с вами рассматривали на прошлом уроке. Давайте посмотрим на задачку. Площадь треугольника АВС равна 32 квадратным метрам, а площадь треугольника АСВ1 равна 16 корень из трех квадратных метров. Найти угол между плоскостями треугольников. Чертеж почти тот же самый, но мы только смотрим, что у нас меняются числовые данные, и тогда, конечно, меняется немножко и ответ у задачи. Итак, используя формулу поиска площади ортогональной проекции, из нее мы делаем вывод, что косинус угла φ, угол между плоскостями треугольников, мы найдем, как отношение площади 16 корень из трех деленное на 32 и равно это корень из трех деленное на 2. Следовательно, угол φ равен 30 градусам. Отношение этих числовых величин вы можете сравнить из условия задачи. Следующее. Опять-таки, работаем с ортогональными проекциями и их площадями. Треугольник АВС равнобедренный, а треугольник АСВ1 равносторонний. Угол φ равен 45 градусам. Найти площадь треугольника АВС, если периметр треугольника АСВ1 равен 24 корень из трех сантиметров. Смотрим внимательно. Треугольник АСВ1 – это наша ортогональная проекция. Он расположен на плоскости α. Тогда работаем следующим образом. Рассмотрим треугольник АВ1С. По условию задачи это равносторонний треугольник. Значит, мы легко можем найти сторону этого треугольника. Так как периметр 24 корень из трех, мы разделим это на три, и получается, что сторона треугольника будет 8 корней из трех. Дальше. Когда был построен угол φ, мы, естественно, восстанавливали в точке К перпендикулярные лучи. В данном случае в треугольнике АВ1С КВ1 – это высота. Дальше. Нам нужно найти высоту В1С КВ1С 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 К это катет, противолежащий к углу А. Значит, чтобы найти В1К, нам нужно АВ1, то есть гипотенузу, умножить на синус противолежащего угла, то есть синус 60 градусов. Подставляем все известные нам значения, получаем 8 корней из 3 умножить на корень из 3, деленное на 2, и в результате получаем 12 сантиметров. Значит, В1К у нас 12 сантиметров. Дальше рассмотрим треугольник ВВ1К. Посмотрите на чертеж, где он. Это у нас уже идет ВВ1 перпендикуляр, опущенный на плоскость альфа. Итак, так как угол Фи у нас 45 градусов, то треугольник ВВ1К не только будет просто прямоугольным треугольником, он еще будет равнобедренным прямоугольным треугольником, то есть его катеты будут равны 12 сантиметрам. Ну и, используя теорему Пифагора, мы находим гипотенузу ВВК, которая будет равна 12 корней из 2. Работаем дальше. 12 вы видите, откуда у нас вышло. Следующее. Рассмотрим теперь наш треугольник АВС, в котором ВВК высота. Мы нашли почти все величины. Вы видите, что ВВК у нас уже здесь играет роль высоты. И это будет 12 корней из 2. Ну а теперь площадь этого треугольника мы найдем очень легко. Площадь треугольника АВС равна произведению основания на высоту, деленное это все на 2. Либо пишется впереди 1, 2. Подставив все числовые значения, высчитав все, мы получаем ответ 48 корней из 6 квадратных сантиметров. Задачу мы решили. Идем дальше. Рассмотрим практическую задачу. Сегодняшний урок у нас посвящен практическим задачам. Задачам, которые будут встречаться в повседневной жизни и в которой надо будет использовать те знания по геометрии, которые проходите сейчас в школе или будете проходить дальше. Итак, задача. Дом имеет крышу, вид которой называется шатровый. Необходимо найти высоту крыши, если чердак дома имеет форму квадрата площадью 100 квадратных метров. А каждый скат крыши – это равносторонний треугольник. Вот перед вами фотография дома, похожая крыша, вот она и есть, шатровая. Вот модель. Нам надо определить следующее. Вот сейчас я вам даю акцент на то, что один скат крыши – это есть равносторонний треугольник. Работаем. Итак, перед вами схематическая модель крыши дома. Здесь нам сейчас поможет ортогональная проекция. А именно, посмотрите, первым делом мы проведем диагонали квадрата. Далее восстановим высоту. Это и будет высота нашей крыши. Дальше я выделила треугольник зеленым цветом. Он очень нам напоминает треугольник на чертеже по ортогональной проекции. Это будет АВ1С. Дальше скат крыши, вы видите, это подобие треугольника АВС. Теперь, если мы на крышу посмотрим сверху, мы видим, что чердак у нас имеет форму квадрата, так как площадь квадрата 100 квадратных метров, тогда сторона квадрата будет равна 10. Но чтобы найти выделенный зеленым цветом треугольник, то есть наша ортогональная проекция, нам всего лишь надо 100 разделить на 4. Значит, площадь треугольника АСВ1, я уже перехожу на чертеж с ортогональной проекцией, это будет 100 делить на 4 и равно это 25 метров в квадрате. Далее, площадь треугольника АСВ равна 1 вторая 10 умножить на 10 и умножить на корень из 3, деленное на 2. Почему я это записала? А мы знаем, что скат крыши – это равносторонний треугольник. Так у нас равносторонний треугольник имеет своим свойством угол в 60 градусов и все стороны равны, а одна из его сторон, если 10, то все остальные стороны тоже 10. Ну и вот это все подставив, подсчитав, мы получаем, что площадь будет 25 корней из 3 квадратных метров. А теперь опять-таки вспоминаем формулу, как найти косинус φ, угла между ними. Тогда получается, что у нас 25 надо разделить на 25 корней из 3. 25 у нас сокращается и остается, что косинус φ равен 1 зеленый на корень из 3. Мы продолжаем работу. Итак, теперь мы переходим в треугольник ВВ1К. Угол φ и В1К – это будет равно 5. Так, отсюда, чтобы найти ВВ1, нам надо применить опять свойства противолежащего катета. Это у нас получается через тангенс. То есть, что значит тангенс в прямоугольном треугольнике? Это отношение противолежащего катета к прилежащему катету. Из этого мы выводим, что ВВ1 будет равно ВВ1К, умноженный на тангенс угла φ. Но нам-то известен косинус угла φ. Тогда мы вспоминаем основное тригонометрическое тождество. А именно, 1 плюс тангенс в квадрате φ равен 1 зеленый на косинус в квадрате φ. Всем известное тригонометрическое тождество. Подставляем значение вместо косинуса и получается, что следующим образом мы будем высчитывать тангенс. Это 1 плюс тангенс в квадрате φ будет равен 3. Берем, перекидываем единицу в правую сторону и получается тангенс в квадрате φ равен 2. Отсюда тангенс φ равен корень из 2. Мы берем только положительный корень, так как угол φ у нас острый. Идем дальше. Мы нашли с вами тангенс φ, но теперь осталось только подставить в ту формулу, которая написана наверху. Получается, что bb1 равно b1k умножить на корень из 2 или равно 5 умножить на корень из 2. Примерно это будет 7. Или мы можем написать уже ответ, что высота крыши около 7 метров. Или можно просто 7 метров. Следующая практическая задача. В центре круглой площадки устанавливаем фонарный столб, который освещает всю площадку. Вычислить угол падения луча света от фонаря, если высота столба 5 метров, и человек, стоящий на расстоянии 17 метров от столба, отбрасывает тень до края площадки. Рост человека 1,6 метра. Сейчас здесь человека нет, но мы видим, как расположен наш фонарный столб и как он отбрасывает свои лучи света. Тогда рассмотрим вот эту ситуацию. Вот теперь мы смотрим. У нас есть столб, 5-метровой высоты. У нас есть рост человека 1,6 метра. И человек отстоит от столба на расстоянии 17 метров. Отбрасывает тень х, которую мы еще не знаем. Мы здесь получаем подобные треугольники. На основании этих подобных треугольников мы составляем следующее уравнение. 5 относится к 1,6, так же как 17 плюс х относится к х. Решаем это уравнение и получаем следующее. 5х равно 27,2 плюс 1,6х. Решаем это уравнение дальше. 3,4х равно 27,2. Обе стороны делим на 3,4. И ответ получается х равен 8. Значит, мы нашли с вами х. Но работа у нас продолжается. Итак, а вот теперь мы этот треугольник рассмотрим уже чисто геометрически, хотя там также была геометрия. Здесь у нас идет прямой угол. Здесь у нас угол фи. Катет равен 5. И другой катет будет равен уже 17 плюс 8. Это будет 25 метров. Ну, теперь нам нужно найти угол фи. А найдем мы его через тангенс. Отношение противолежащего катета к прилежащему катету. Значит, у нас получается тангенс фи равен 5,25. Сокращаем на 5. Получается 1,5 или 0,2. И из таблицы значений синусов, косинусов и тангенсов мы находим значение угла фи. Это примерно будет 12 градусов. Итак, мы решили задачу. Следующая практическая задача. Праздник решено провести на площадке, украсив ее световыми гирляндами. Сколько метров гирлянд необходимо приобрести, если площадка имеет форму правильного шестиугольника? В углах установлены столбики высотой 2 метра, а в центре столб с высотой 6 метров. Периметр площадки равен 18 метрам. Вот такие нам даны условия, данные, и нам надо выполнить эту задачу. Итак, вот я восстанавливаю схему площадки. Давайте посмотрим, что же здесь можно сделать. Ну, во-первых, мы видим, что у нас правильный шестиугольник. Правильный шестиугольник обладает многими хорошими достоинствами и свойствами. В данный момент мы очень быстро найдем, чему равна сторона нашего шестиугольника. Так как периметр равен 18, мы делим на 6, получаем 3 метра. Значит, сторона у нас будет 3 метра, сторона шестиугольника. Дальше работаем. Столбик, который вбит у нас 2 метра. Это по условию задачи. Следующее. Проводим большую диагональ. Вот она на схеме была, и вот теперь на чертеже площадки. Красным цветом выделена. Далее. Параллельно поднимаем эту диагональ до высоты столбика. И выделяем вот этот прямоугольный треугольник. Давайте посмотрим. Вот теперь мы его вынесем, и это называется выносной чертеж. Этот треугольник у нас прямоугольный. Этот катет будет 3 метра. Это как раз половина диагонали. Это и есть 3 метра. Дальше. Так как высота большого центрального столба была 6 метров, а мы подняли на 2 метра вверх параллельно, значит, у нас получается второй катет будет 6 минус 2 равно 4 метрам. И мы получаем с вами прямоугольный треугольник, у которого один катет равен 3, другой катет равен 4. Получаем классический египетский треугольник. То есть гипотенуза будет 5 метров. Либо, если вы думаете, что это не так, то сделайте это через теорему Пифагора. Там получится у нас под корнем 4 в квадрате плюс 3 в квадрате. То есть 16 плюс 9 будет 25. Корень из 25 – это 5 метров. Это легко. Дальше. Я выделила на чертеже именно эти 5 метров. А что мы сейчас получили? Мы как раз получили одну гирлянду. Длину одной гирлянды. Сколько таких гирлянд нам надо натянуть? Так как у нас вбито 6 столбиков в каждом углу площадки, значит, чтобы найти общую длину гирлянды, нам надо эти 5 метров умножить на 6. И получается 30 метров. Значит, общая длина гирлянд для праздника – 30 метров. Мы решили эту задачу. Следующая задача. Ширина окна 1,6 метров. Окна раскрываются до упора смежной стены на угол 120 градусов. Найти ширину стены с окном. То есть где расположено окно. Давайте рассмотрим вот в таком ракурсе. Если посмотреть внимательно, то наше окно – это есть одна плоскость, и та стена, на которой расположено окно – это вторая плоскость. Значит, нам надо показать двугранный угол. Фиксируем точку, фиксируем два перпендикулярных луча, и тогда угол между ними и будет тот, который задан – 120 градусов. Итак, мы с вами зафиксировали этот угол, зафиксировали наши плоскости, а теперь мы посмотрим на эту ситуацию сверху. Если поглядеть, вот так раскрыты наши окна, в которых само окно по ширине 1,6 метра, ставни или рамы, или как хотите, раскрываются на 0,8, ровно пополам. Раскрылись. Раскрываются они на углы по 120 градусов. Далее. Мы с вами получаем ситуацию смежных углов. Значит, второй угол смежный с углом 120 градусов – 60 градусов. Теперь мы выделяем этот треугольник. В нем мы видим, что гипотенуза 0,8. Один угол 60 градусов, другой 30. Свойство катета, лежащего напротив угла в 30 градусов, в два раза короче гипотенузы. Значит, у нас получается следующая ситуация. Длина стены равна 1,6 плюс 0,4. 0,4 умноженное на 2 и результат 2,4 метра. Вот такая практическая задача. Итак, ширина стены 2,4 метра. Итак, ребята, я сегодня с вами рассмотрела несколько практических задач, которые, в принципе, могут вам встретиться в жизни. Дома упражнение номер 10, 18, 23 на странице 142-143. На этом урок закончен. Спасибо большое. Всем до свидания.